Богатеть в Бога Богатеть в Бога Заповедь эта была дана во многом, в основном для обеспечения священников Священников, которые служили Богу Вначале в Скини, которая называется Мишкан А затем в храме, в первом храме А затем во втором храме, восстановленном на месте первого И поскольку Ешуа, когда он умер и воскрес Он выполнил новую роль, роль первосвященника Роль не новую, но он выполнил ее совершенно по-другому И тем самым он изменил всю систему священства Прежде была система левитская, основанная на служении священников левитов Ей посвящена фактически вся книга левит, она во многом описывает эту систему Как она работала, как она была устроена, как она действовала И Ешуа изменил это священство, сам став нашим первосвященником Об этом очень подробно и много написано в послании к евреям Это означает, что ситуация со всем, что касается священства В том числе и с десятины изменилась для мессианских евреев И уж совсем ясно, что она изменилась после того, как был разрушен второй храм Стоявший еще при жизни Ешуа В 70-м году нашей эры римляне разрушили его И сейчас мы уже 2000 лет живем в ситуации, когда храма нет И соответственно, даже для мессианских евреев заповедь о десятине Очевидно, претерпела какие-то изменения То есть, если говорить коротко Мы не имеем сегодня такой заповеди Потому что эта заповедь была связана с храмом И храма сегодня нет И кроме того, сегодня у нас совершенно другое священство И в-третьих, мы также сказали, что свобода, которую мы имеем в Мессии Она никоим образом не означает все дозволенности Эта свобода не поощряет лень Эта свобода не поощряет эгоизм И безответственность в наших отношениях с людьми Конечно же, сегодня все мы, как евреи, так и неевреи Ивряемся одновременно и священниками, и храмом Мы все вместе, Новый Завет говорит, составляем храм Божий Тело Мессии, и каждый по отдельности, конечно, тоже Однако это совсем не означает, что у нас нет никаких финансовых обязательств По отношению к другим людям Наоборот, Новый Завет очень ясно говорит некоторые вещи О наших обязательствах Во-первых, мы должны, мы обязаны заботиться о своей семье Например, в первом послании Тимофею о пятой главе стихе восьмом Апостол Павел пишет такие слова Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется Тот, слушайте внимательно, тот отрекся от веры И хуже неверного Почему хуже неверного? Потому что неверующие люди, в принципе, достаточно хорошо понимают Как правило, что о своей семье, о своих домашних нужно заботиться Заботиться в том числе и финансово Нести ответственность за них, обеспечивать их Если мы, будучи верующими, этого не делаем То понятно, что мы фактически, может быть, мы не отрекаемся от Бога нашими словами Может быть, мы продолжаем верить в Него, исповедовать Его Но делами своими, образом жизни нашим мы фактически от Него отрекаемся И эта забота о нашей семье, о наших близких Конечно же, также включает и престарелых родителей, а не только жену и детей Потому что откуда мы это знаем, кстати Это хороший вопрос В Евангелии от Марка, в седьмой главе, мы с вами можем прочитать историю о том Как Ешуа ведет такие дебаты с фарисеями Не только там он это делает Но там, конкретно в этом месте, мы видим, как он обличает их в том Что они устранили, как он говорит, заповедь Божью Своей собственной традицией, идущей вразрез с Писанием О чем он говорит? Если вы читаете седьмую главу, вы видите Седьмую главу Евангелия от Марка Вы видите, что у тех конкретно фарисеев По крайней мере, с которыми говорит Ешуа Потому что фарисеи были самые разные в то время У тех людей была такая традиция Они определенную сумму своих доходов жертвовали Богу И Ешуа укоряет их в том, что те деньги, которые они отдавали на нужды храма Они, по крайней мере, частично Часть этих денег, по крайней мере, какую-то Они должны были давать родителям Он говорит, что вы даете Богу то, что вы должны Я передаю его слова своими словами Перефразирую, что вы должны были бы дать это своим родителям И тем самым исполнить заповедь Почитай отца и мать Но вы своим преданием, говорит он Устранили заповедь Божью Так что, очевидно, почтение отцу и матери Который имел в виду Ешуа Включало в себя также финансовую помощь Престарелому отцу и матери Это о семье Во-вторых, каждый из нас, конечно же, должен служить Богу Полученными от него дарами Это относится к нам всем Но некоторые люди, как мы с вами знаем, призваны На различные служения, связанные с большей ответственностью То есть, например, это служение пастора, учителя, евангелиста Епископа и так далее И в первом послании к Коринфянам главе 9 стихе 14 Писание очень ясно говорит о том, что Господь повелел проповедующим жить от благовестия То есть, принимать пожертвования от верующих В другом месте апостол Павел говорит об этом так Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим Это послание Галатам, 6 глава, 6 стих Или еще, вот цитата Если, пишет он, если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесный Вопрос риторический, то, как он его задает И мы видим этот принцип также в послании к римлянам Там он применяет его к отношениям евреев и неевреев Он говорит о долге неевреев перед евреями Такими словами Ибо если язычники сделались участниками в их, то есть, евреев, духовном То должны и им послужить в телесном, пишет Павел в римской общине То есть, он, по-видимому, имеет в виду, что здесь есть такой принцип Что, когда ты получаешь от какого-то человека Или, может быть, через какого-то человека Или, в случае евреев и неевреев, через какой-то народ Ты получаешь духовные благословения Проповедь, спасение, учение, писание и так далее И самые различные духовные благословения Если ты получаешь их через кого-то То невелико будет дело тебе отблагодарить этого человека Материальными благословениями В которые у тебя есть такая возможность В твоих силах дать ему эти благословения Конечно же, ни в коем случае Это не должно восприниматься как плата за служение И служение – это не бизнес Который подразумевает, что я тебе оказываю слугу А ты мне за это платишь Ни в коем случае Однако, тем не менее, принцип здесь такой Совершенно четко прослеживается У Павла в его посланиях То есть, мы должны, другими словами Мы должны иметь правильные приоритеты И понимать, что мы с вами живем Не хлебом единым Хотя хлебом тоже Но не ним одним А всяким словом, исходящим из уст Божьих Что духовная пища Она никак не менее важна А я думаю, даже более важна Чем физическая И поэтому финансовая поддержка пастора общины И служителей других Которые отдают свое время Все фактически потому Не могут обеспечивать самих себя На обычной работе Мы должны рассматривать эту финансовую поддержку Которую мы оказываем не как тяжкое бремя А как привилегию И как просто самое малое Что мы можем сделать Для того, чтобы выразить нашу благодарность Богу за его слово Которое эти люди нам несут Это что касается поддержки служителей Первое – семья Второе – служителя И третье – Новый Завет Абсолютно согласен Второй Насчет наших обязательств По отношению к нищим Об этом мы с вами говорили В нескольких программах Под общим названием Деньги Поэтому сейчас я Этой темы касаться не буду Если вы хотите Вы можете Сами почитать Писание, конечно же А также посмотреть Несколько первых программ Записанных раньше Под названием Деньги В-четвертых У нас есть повеление Ешуа Распространить его Благую весть И учение Которое он оставил Своим апостолам Которое сегодня мы имеем В Новом Завете У нас есть повеление Распространить их Среди всех народов Не каждый из нас Лично призван Может быть К миссионерскому Служению За рубежом Или может быть Даже в другом городе Однако каждый из нас Я думаю Я верю Если мы всерьез Воспринимаем слова Ешуа Каждый из нас всерьез Также должен принять Этот вызов Нести Евангелие дальше Нести его своему городу Нести его своей стране И всему миру Каким образом Я живя В своем городе В своем поселке Могу участвовать В этом огромном деле Очень просто Я могу конечно же Молиться Но также я могу Жертвовать деньги На распространение Евангелия На служение Тех людей Которые делают Это сами Непосредственно Новозаветный пример Того Как это делается Это филиппийская община Послание Которое апостол Павел Написал Туда Наше с вами Послание К филиппийцам Мы так его называем Это по сути Благодарственное письмо Которое апостол Написал Той общине За их Финансовую поддержку Его миссионерской работы Так что Поддерживать Служение Которое несут Евангелие И здравое учение Это одна из наших обязанностей Насколько я понимаю А также Привилегия И наконец Наша обязанность По отношению К нашим братьям И сестрам Поверь Я хочу В этой связи Прочитать Несколько стихов Из первого послания Иоанна Из третьей главы В шестнадцатом стихе Иоанн пишет Слова Такие Любовь Познали мы в том Что он положил за нас Душу свою Конечно же Господь Он его имеет ввиду И мы должны полагать Души Свои За братьев А кто имеет Достаток в мире Но Видя брата своего В нужде Затворяет От него Сердце Свое Как Пребывает В том Любовь Божия Опять риторический Вопрос Дети мои Подытоживает Иоанн Станем любить Не словом Или языком Но делом И Истиной Очевидно Если я вижу Своего брата В нужде Любовь К этому брату Конечно же Должна быть Проявлена Не в том Чтобы подойти К нему Похлопать его По плечу Заглянуть ему Участливо В глаза И сказать Бог тебя любит И Бог тебе поможет А в чем-то другом Разумеется В том Чтобы сделать То Что мы можем Для него Сделать Что же все это означает Это означает Что хотя С одной стороны У нас есть Действительно Как иногда говорят Свобода От заповеди Например О десятине Мы сейчас говорим О заповеди О десятине У нас есть Свобода От закона Я не очень люблю Это выражение Потому что Оно скользкое Иногда люди Вкладывают В него Совсем Не тот смысл Который Я думаю Вложил В него Павел Но тем не менее Если у нас Есть Свобода Другими словами Если над нами Не давлеет Обязательство Дать Определенный Процент 10 процентов А то Бог проклянет Нас Эта свобода Не означает Ни в коем Образум Она не означает Отсутствие Вообще Каких бы то Ни было Финансовых Обязательств Наоборот У нас Эти обязательства Есть Однако Нам предоставлена Слобода Каждому Самостоятельно Перед Богом Решать Каким образом Мы хотим Эти обязательства Перед своей семьей Перед своим Народом Перед общиной Перед Всем миром Выполнять Однако Как это Работает На практике Мы всегда Задаем с вами Практический вопрос Как это Работает Реально Давайте Разберемся На примере Одной ситуации Которая Описана Во втором Послании Коринфянам В восьмой Главе Мы прочитаем Оттуда первые Девять стихов В переводе Кузнецовой Мы хотим Пишет Апостол Павел Мы хотим Братья Чтобы вы узнали Как велик Божий дар Церквам Македонии Раз они Посреди Множества Суровых Испытаний Переполнены Радостью И при крайней Бедности Без меры Богаты Щедростью Ведь они Сами вызвались И умоляли Нас Как о великой Милости Чтобы им Позволили Принять Участие В посильной А я свидетель Что для них Скорее Не посильной Помощи Святому Народу Божьему Мы На такое И надеяться Не могли Они Сами Себя отдали Прежде всего Господу А затем По воле Божьей Также И нам И вот Мы попросили Тита Чтобы он Завершил у вас Это благое Служение Так же Как он Его начал У вас Всего В избытке Веры Красноречия Знания Усердия Нашей любви А раз так То и в этом деле Вы будете Щедры Это не приказ Пишет Павел Рассказывая вам Об усердии других Я испытываю Подлинность Вашей любви Вы же знаете Как велика Доброта Господа нашего Иисуса Христа Он Будучи богат Ради нас Ради вас Простите Стал беден Чтобы своей Бедностью Сделать богатыми Вас О чем богатыми Мы сейчас Об этом поговорим Но Что мы с вами Здесь видим Павел Пишет Каримской общине О сборе пожертвований Для мессианских Верующих Иерусалима Что за верующие Были в Иерусалиме А в Деяниях Во второй главе Мы читаем Что там была Большая Сильная община Там были апостолы Там был центр Раннего христианства Ранних верующих Вишо Мессианских евреев Это была первая Мессианская община Очень влиятельная И в свои ранние годы Она была вполне В состоянии Обеспечить Своих членов Нуждающихся Сама В том числе За счет того Что они жили коммуной И между ними Написано Не было никого Нуждающегося Во второй главе Книги Деяний Вы можете Об этом Прочитать Однако По-видимому Со временем Что-то там изменилось И не в лучшую сторону Они стали нуждаться И поэтому В своих миссионерских Путешествиях Павел собирает Для них Помощь От других Общин И здесь Во втором Коринфянам Он пишет О том Как в этом Сборе пожертвований Участвовали Общины Матидонии Что же мы узнаем Из того Что он пишет Об этих общинах Мы узнаем Что они Живут тяжело И трудности Эти тяжести Они двоятые У них Во-первых Им тяжело Как верующим У них Гонения Их преследуют За веру Они проходят Суровые испытания Кроме этого Есть еще одна Очень неприятная Тяжесть Очень серьезная Тяжесть Это крайняя Бедность О которой Говорит Павел Однако При этом Верующие в Македонии Преисполнены Радостью И также Очень щедры И щедрость Это проявляется В том Что я цитирую Снова Они сами Вызвались И умоляли Нас Как о великой Милости Чтобы им Позволили Принять участие В посильной А я свидетель Что для них Скорее Непосильной Помощи Святому Народу Божьему Я хочу Здесь сделать Паузу Потому что Это очень сильное Место Писания И я хотел бы Чтобы мы Спокойно Разобрали его Поэтому Мы прощаемся С вами Ненадолго В следующей программе Мы продолжим Разговор О Даяне О том Как давать И сколько давать Оставайтесь с нами Спасибо Шалом